здравствуйте друзья у нас приближается приближается 10 августа 10 августа 2017 года это интересный день потому что 25 лет назад я вышел на работу первую американскую такой человеческую работу техническую инженерную и эта работа была в тестировании программного обеспечения вот а дальше я уже как вот разбуженные декабристами герцен развернул революционную агитацию и вот значит что из этого вышло вы знаете поэтому я как бы внутренне для себя считаю что день 10 августа это такой как бы неофициальный день русского тестера на международную арену мы не замахиваемся вот а вот так как бы поскольку произошел большой кипиш именно на русской улице из-за этого всего то вот так я как бы считаю и это для себя это не не то что я пытаюсь сделать какой-то праздник из этого не больше чем шутка юмора но все-таки дата такая эти 25 лет 25 лет это было я могу рассказать как это происходило на самом деле у меня был по москве приятель мы с ним учились вместе в университете в твери в калинине тогда называлась колени на математическом факультете мы собственно там познакомились с ним мы не были знакомы до этого и мы наезжали туда эпизодически там экзамены сдавать там какие-то сессии может быть иногда там будет вот и там мы с ним познакомились тоже там мы заочно учились работали учились заочно поэтому так как то вот столкнулись поехали в электричке ну и так далее задружились семьями а потом он уехал на годик раньше нас и а он программист как бы да значит соответственно когда мы уже приехали мы как как бы наш самый близкий почти самый близкий круг общения был и ну видя что я вот так мучаюсь там не профессионально вот он дал мне книжку по программированию носи почитать и потом когда книжку почитал и так как-то мне понравилось а я не то чтобы там умел именно программировать как вот программисты программируют но будучи электронщиком я там писал какие-то значит в кодах там двоичных 16-ричных для микропроцессоров там ну то есть не то чтобы там мне это как-то было в новинку очень многие железячники пописывают там на ассемблер и так далее вот поэтому вот эта книжка паси мне показалось чем-то совершенно очаровательным потому что знаете как то вещи от которых заколдобишься там писать на языках низкого уровня или вообще в кодах и вдруг так изящно и элегантно я был в восторге вот и соответственно он привел меня в компанию поговорить там он договорился что со мной поговорят и время было очень плохое это была рецессия и даже войти которая в целом неплохо стояла все все было такое знаете нервное там все время то сокращение то там еще чего-то и кстати в этой компании тоже где меня взяли месяцев через десять там девять как раз тут тоже было сокращение большое со слезами там знаете как у начальства со слезами потому что вдруг там у них нет не оказалось денег им пришлось сократить там я не знаю дикое количество людей поэтому ужас в общем что я хочу сказать что пришли поговорить и мне там говорят вот чё хочешь делать спрашивает меня там випе был повод инжинирингу я говорю ну вот книжку читал программирует хочу он говорит а тестировать будешь я бы а у меня на чисто инженерно такое я ну чё надо то сделаем чё за вопрос так я говорю ну я бы ты скажи чё хочешь я конечно делаю без вопросов вот и вот так меня и взяли по моему я боюсь собрать то ли 27000 было меня заплатали 28 в год но это не сразу это первые три месяца я был таким практикантом как бы то есть меня оформили на парт-тайм на четыре часа в день работал я там все 12 платили мне примерно тысячу долларов в месяц ровно тысячу как они это оформляли там это их дело но но технически я был у них парт-тайм такой четыре часа в день вот такого плана вот мне платили тысячу долларов в месяц и я думаю ну это же неизвестно сколько продлится и чего дальше будет и я уж старался там по максимуму подобрать что можно подобрать вот так к 8 утра но не 8 но но 8 20 8 30 вот так приходишь я был один из первых кто приходил в офис вообще обычные люди приходили там ближе к десяти и тогда уже все митинги начинались но я ребенка в школу от отвел там но 8 10 я отвел ребенка в школу там 20 минут езды вот такого плана и ну сидел как мог там и до 9 вечера сидел и до 10 до 11 бывало сидел вот поэтому наверное они меня полюбили за это когда денег чек не получает работает много но я утрирую наверное еще какие-то факторы были в общем так вот и и оставили меня после трех месяцев на вот эти 27 28 тысяч в год медицинскую страховку дали такой очень очень скромненькую но вот кайзер если кто знает что такое кайзер вот этот самый кайзер что еще даже не задумал то надо можно много на эту тему рассказывать у меня есть история написанное как я там работал книжки моей если кто-то хочет почитать в принципе ссылка на книжку есть под каждым видео когда мы в описании смотрите то написаны там история адаптации как-то называть вот и там там есть она есть форумном издании на форуме говорим про с висит и она есть в виде 5 файла как отдельная книжка и не только пиде в царь это в разных форматах для разных девайсов есть вот такая была история ну и запустившись в тестировании и пару раз поменяв работу в силу обстоятельств вот рынок такой был нервный значит я через год остался без работы ну там через девять месяцев остался без работы поработал в стартапе в одном мультимедийном и там тоже сокращение было и и тогда попал в борланд и уже занимался автоматизацией и вот в этот момент когда я в борланд пришел вот тогда все это началось школа портнов компьютерского началась в девяносто четвертом году где-то двадцатого августа я честно сказать не помню двадцатого или двадцать второго что-то у меня с этим делом значит документов никаких не осталось и не было никогда ну в общем то ли двадцатого то ли двадцать второго ну вот ровно через два года так что вот такой был латентный можно сказать период двухлетний когда набирался опыта ну вот такая такая история 25 лет жизни в тестировании программного обеспечения и вы видите что жизнь оказалась разнообразной то есть я занимался и ручным и автоматическим и и тестировал и в других обучал то есть так как-то по-разному по-разному хотя с другой стороны если бы я даже просто тестировал то за 25 лет наверное бы мне пришлось поменять много видов там деятельности тоже то есть наверное каким-то уже начальником был даже не знаю что сказать я собственно уже был начальником через пару лет уже был киа менеджером вот на следующей работе после Борланда я уже был менеджером в довольно большой компании так что такая вот интересная история все друзья значит как я знаете обычно там что-нибудь съедаю и говорю вот друзья для вас я сейчас выпью вот этого пива или съем вот эту грушу или там бутерброд с бужениной вот а в данном случае я говорю что сейчас для вас я поздравляю себя с 25-летием значит жизни в тестировании такая интересная вот дата счастливо